Фундамент был заложен. Серия продолжала развиваться в 3D направлении. Mortal Kombat Deception унаследовал бежок предыдущей части. Колдуны не поделили между собой амулет Шинака. И как нельзя кстати, к их милой ссоре присоединился король драконов Анага. Кванчи и Шансунгу не удается завалить дракона. Осознав, что ящерица представляет большую опасность для земного царства, нежели колдуны, Рейден помогает некогда заклятым врагам. Но, к сожалению, безуспешно. Бог решается на крайние меры, а именно самоуничтожение. Даже это не помогло троице усмирить короля драконов. А разгребать эту кашу придется новому персонажу Шуджинко, из-за которого, собственно, Анаге удалось вернуться в наш мир. Графически игра превосходит пятую часть за счет лучшей детализации арен и самих персонажей. Движок игры был доработан. Появились брейкеры, позволяющие прерывать комбо-атаки противника. Не менее важным новшеством являются ловушки, которые присутствуют практически на каждой арене. Благодаря этим уловкам можно быстро решить исход поединка, стоит лишь подвести противника к нужному участку арены и как следует ударить его. Похожая фишка встречалась в игре Eternal Champions для Sega Genesis. А сами арены стали несколько уровней вымекать в играх Dead or Alive. Да и вообще игра стала динамичнее, чем предшественник. Боевые силы остались на месте, но их количество было сокращено до двух, плюс оружие. Но проткнуть соперника теперь не удастся, как это можно было сделать в Deadly Alliance. У каждого бойца по два добивания и новые финишеры характери. После проигрыша можно не дожидаться расправы над собой, а самому убийце как подобает истинному самураю. Большая часть режимов перекочевала из пятой части, но с некоторыми изменениями. В аркадном режиме уничтожаем армию бойцов, затем Нубсмоука, они выступают как один персонаж, но переключать их можно как в стиле боя. И в конце сражаемся с королем драконов Анагой. Ура! Наконец-то нормальный босс! О необычной персонаже, как в четвертой и пятой части. Разумеется, силушка у него богатырская. Чтобы уничтожить гада, следует разбивать комедогу, которые находятся на арене, тем самым вызвать головную боль у противника. От позора Анагу разрывает на части. Ну и по старинке информация о том, что было бы, если бы данный персонаж победил. Количество надгробий в крипте сократилось до 400. Зато отсутствуют пустые гробы. А хранятся в них все те же сладости для фанатов серии. Некоторые можно открыть только пройдя режим Конквест. Ныне игры убрали, взамен добавили несколько новых режимов. Это шахматная схватка. Знания правил игры в шахматы не требуются, так как побеждает не ум, а сила. Для захвата квадрата надо одолеть противника. Кроме шахмат, сыграть можно в пазл комбат, аналог Тетриса, но с забавными мини-копиями бойцов. Пожалуй, жемчужиной игры является режим Конквест. Это уже не просто заучивание сложных комбо-ударов, а целая история, посвященная жизни нового героя Шуджинко. Так или иначе, нам придется проходить то же обучение, что и в Mortal Kombat 5. Только после встречи с определенным бойцом, который возьмется нас обучать новым стилям боя. А в большей степени будем исследовать местность для нахождения сундуков, в которых прячутся скрытые персонажи и монеты. Путешествовать в поисках Камедогу предстоит по всем реальностям. Персонажи из Mortal Kombat 5 вернулись, но поиграть за всех не удастся. Новые бойцы проработаны отлично и хорошо вписываются в историю серии. Что касается версий, то игра вышла на PlayStation 2 и Xbox без особых различий. А вот версии для GameCube убрали сетевой режим. Взамен предоставили им Гора и Шаукана в качестве играбельных персонажей. Через некоторое время сторонние разработчики портировали Deception на PSP, добавив в нее персонажей из пятой части и режим выживания. Как по мне, то Mortal Kombat Deception лучшая часть из трилогии, вышедших на консолях шестого поколения. В ней есть почти все качества, за которые я люблю серию. Это запоминающиеся персонажи, жесткие добивания и мрачная угнетающая атмосфера. Но геймплейная часть стоит желать лучшего, что собственно самое важное для файтинга. На этом я закончил свой рассказ. С вами был Форест Арт. До скорых встреч!